Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Дорога к храму» и мы, ее ведущие, священник Максим Гортинский и священник Павел Красанов. Начнем рубрику нашу знакомую всем «Как быть?». И сегодня мы разберем один замечательный тезис. Подходят люди в храме и говорят, а можно молиться с тем-то или за того-то? То есть, как быть с тем, можно ли православному молиться с каким-то определенным человеком, допустим, сыноверцем или еще? То есть, эти вопросы возникают, надо с этим нам разобраться. Можно ли молиться за некоторых людей? И здесь некая опаска подразумевается со стороны верующего человека. Ну, так ли на самом деле? Ну, вот да, хотелось бы разобраться, потому что в действительности это у нашего народа какие-то вместе сплетаются и действительно верования христианские, но в то же время и какие-то совершенно обычные человеческие страхи. Все переплетается вместе, и оказывается... Ну, как мы в этом можем разобраться? Да, оказывается, что сложно отделить какие-то христианские заблуждения некоторых христиан от действительно христианства. Ну что же, попробуем разобраться. Наверное, для начала нужно понять, а что же значит молиться? Что же значит молиться? Собственно, вот мы это сначала поймем. А дальше посмотрим, что об этом говорит Священное Писание и установление церковное. Ну, по словам молиться, да, можно разное понимать, как и общественное богослужение, так и частное. Слуху в храме, да? Да, частную молитву, да, дома, допустим, вот я захотел помолиться, да, вот, и ту же записочку подать, опять-таки, тоже, как некий вид молитвы и прошения за кого-то. Вот, и все это не одно и то же, правильно же? Да, это все имеет некие разные... Разные формы молитвы, да. И, конечно, прежде всего, молитва – это обращение ума и сердца к Богу, ну, и часто это связано с какими-то просьбами или о себе, или о наших ближних. Так, если это просьба за кого-то, то о ком можно, о ком нельзя? Ну, да, вот мы как бы и подошли к ядру нашей проблемы. Некоторые считают, что вот о каких-то людях нельзя молиться. Почему? Потому что эти люди проблемные. Вот какие-то это, может быть... То есть, если у кого-то болит живот, ты за него молишься, и у тебя начинает живот болеть? Ну, или да, ситуация более сложная. Человек одержим какой-то страстью тяжелый, там, ну, не дай бог, наркоман, да, или пьяница. И вот человек вроде бы хочет своей молитвой ему помочь, но опасается, вдруг я буду за него молиться, и у меня у самого в жизни начнутся какие-то напасти, искушения, трудности и так далее. Но все же, если мы разберемся, о ком молиться, как не о тех, кто действительно заблудился, вот какой смысл молиться? Есть, конечно, молиться смысл за всех, да? Это прописание, наверное, говоришь, да? Ну, да, мы к этому сейчас подойдем. Но, с одной стороны, у человека, если все хорошо, и он очень хороший, то, ну, как бы он же ни в чем не нуждается. В молитве-то нуждаются все, но особо нуждаются именно люди вот эти как раз-таки проблемные. Ну, и, в общем-то говоря, действительно, Священное Писание нам говорит слова такие, о которых многие забывают, молитесь за ненавидящих вас и за обижающих вас. Как раз-таки это не то, что даже можно, а очень даже нужно. Ну, с чем тогда страхи такие связаны, которые возникают у людей при молитве за кого-то или за какое-то дело, может быть? С чем это? Наверное, это такие наши, в принципе, человеческие страхи. И связано это, может быть, и с тем, что христиане часто забывают о том, что они воины. Вот, хочется... Где воины? Воины? Воины Христовы. А, воины. То есть, в общем-то, воин Христов, он и должен идти, так сказать, в бой. И в этом бою ничего не бояться, потому что в этом бою он совсем-таки не один. Но часто христианам хочется как бы такой уютной жизни. И многие надеются от своей веры этот исключительно уют получить. И чтобы как бы ничего, не дай бог, не потревожить. Иногда же можно и в прелесть тоже войти, что я вот такой хороший буду молиться сейчас за весь мир. Или спасу сейчас того или иного человека от той или иной страсти. Такое тоже можно. Ну, наверное, да. Иногда можно слышать от опытных священников некие предостережения людям, что все-таки, по крайней мере, нужно... Можно молиться много о ком. Но нужно знать, о ком ты молишься, чтобы просто не обольщаться своими дарованиями. Не брать на себя слишком много. И не заблудиться, не прелеститься самим собою. Дескать, я сейчас такой молитвенник и спасу весь мир. Это духовно. Одно дело имя помянуть, да, в помянечке, а другое дело на коленях за какого-то человека весь день простоять и сугубо помолиться. Это разная, наверное, тоже вещь. Ну да, считать, что от тебя вообще судьба мира зависит. Это очень нескромно и неполезно. И в этом, наверное, вот как раз таки в этом есть здравое зерно такого опасения. А с иноверцами как же быть? Можно за них молиться-то вообще? Ну вот действительно в церковных установлениях мы встречаем запрет на то, чтобы молиться с иноверцами. Но вот тут как раз таки стоит еще раз задумываться о том, что же мы здесь понимаем под молитвой. И традиция понимает в данном случае именно общественное богослужение. То есть есть молитва частная, когда мы сами молимся про себя мысленно, в душе. А есть богослужение православной церкви, католической церкви. И вот, конечно, с иноверцами вместе мы совершать богослужение не можем. И именно поэтому мы не пишем их в записках, потому что не подразумевается совместного богослужения я. А если в записке написали странное имя, которое у нас нет в сердцах, то что делать с этим именем? Ну, нужно удостовериться, прежде всего, крещен ли это человек. И если человек крещен, конечно, мы можем за него молиться на богослужении даже. Потому что в других православных церквях, не русской церкви, а, может быть, и сербской, есть имена нам не очень знакомые. Ну да, в святцах можно не встретить. Ну, то есть в метро, в принципе, если, наверное, зайдет с тобой вагон, молиться возможно. Это не осквернет молитву. Конечно, да. Главное, почему мы именно уточняем, что имеется в виду общественное богослужение. Потому что, если понимать это как-то иначе, можно дойти до абсурда. И вот смотреть, действительно, не вошел ли с тобой в вагон электрички или метро какой-то человек. И, наверное, вдруг мне нужно будет остановить свою молитву. Утренние молитвы не дочитал дома, решил в электричке дочитать. Смотрю по сторонам, кругом одни иноверции. Теперь что же мне теперь? Не молиться никогда. Ну, вот иногда люди читают Новый Завет, и там аргументы, да? Вот мы знаем слова Иоанна Богослова. Да, это мы так приступим к сложному, скажем так, да? Сложное, да. Действительно, есть люди же, которые читают Новый Завет, послание апостолов, и находят у апостола Иоанна Богослова такие слова. Мы их зачитаем. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающим грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том, говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». На чем же эти слова? Слова сложные. Да, сложные. Ну, некоторые прочитали их, как-то знают, пытаются воспроизвести в памяти. А замечательный святой, Блаженный Августин, толкует эти слова так. «Иоанн открыто говорит о том, что есть некоторые братья, о которых нам не предписывается заповедью молиться, хотя Господь велел нам молиться даже за наших гонителей». То есть речь здесь идет о том, что нет такой обязанности категорической молиться, в частности, о тех людях, смотря на жизнь которых, мы явно понимаем, что ты молишься о его здоровье, а он тут же идет и это здоровье свое же подрывает. И если нет такого энтузиазма, никто не заставляет тебя за него молиться. Но это не значит, что молиться нельзя. Молиться – это большая добродетель, и друг за друга, и в принципе всегда, и молитва не может быть запрещена церковью. Ну что же, дорогие друзья, такое рассуждение у нас получилось на тему о том, о ком же можно молиться, о ком нельзя молиться и почему. Дорогие друзья, приближается праздник крестовоздвижения, и сегодня в рубрике «Пять фактов» мы поговорим о некоторых фактах о кресте Господа Иисуса Христа. Факт номер один. Из Евангелия нам известно, что Иисус Христос сам нес свой крест на Голгофу. Действительно, порядок казни предполагал, что осужденный обязан нести свой крест самостоятельно. На иконах часто изображается, как Спаситель несет цельное древо креста, состоящее из двух перекладин. В действительности же распинаемый нес к месту казни только поперечную перекладину. Вертикальное же древо находилось на месте распятия постоянно закрепленным в земле и могло использоваться многократно. Факт второй. Сколько могла весить перекладина креста Господня? Та самая поперечная перекладина креста Господня, которую Христос нес на Голгофу, могла весить от 40 до 70 килограммов и в длину могла составлять около двух метров. Такой вес не так легко нести и здоровому мужчине. Из Евангелия мы знаем, что Христос претерпел бичевание и поэтому был изнеможден и падал под тяжестью креста. Факт номер три. Каким образом распинаемый держал свой крест, когда нес его к месту казни? Обычно приговоренный к распятию поднимал руки по образцу буквы Т, а воины привязывали руки распинаемого к перекладине со стороны спины. Делалось это с той целью, чтобы осужденный не мог и попытаться убежать. Кроме того, когда распинаемый падал под тяжестью перекладины, у него практически не оставалось возможности не удариться лесом о землю. Факт четвертый. Когда и кем был найден крест Господа Иисуса Христа? Считается, что крест обрела равноапостонная царица Елена, мать Константина Великого. Вопрос о точной дате, когда Еленой был обретен крест, является спорным. Наиболее распространенной является дата, приводимая у Сократа с холастика – 326 год. Крест был разделен на две части. Одна оставалась в Иерусалиме, а другую же часть креста Елена преподнесла в дар своему сыну Константину, который поместил ее в свою статую, установленную на колонии в центре Константиновой площади. Факт номер пять. Церковный реформатор Жан Кальвин полемически заявлял в XVI веке в сочинении «Трактат о реликвиях», что из многочисленных частей креста можно было бы построить грузовой корабль. Однако исследователь конца XIX века Шарль Роу де Флери в сочинении «Память об орудиях страстей Христовых» сообщает, что суммарный вес всех документально зафиксированных фрагментов креста составляет всего около трети объема креста. Богослужение в Богородице Рождественском храме села Тарычуо сегодня особенное, торжественное. Здесь отмечается престольный праздник. Храм полон народу. В основном это те, кто бывает здесь постоянно, прихожане. Атмосфера душевная, благостная. Мы уже с семьей 12 лет прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы. Храм находится рядом с домом, но дело в том, что здесь какая-то особая атмосфера. Мы все как одна большая семья. И вот батюшка-настоятель, отец Вячеслав нас очень объединил всех и подружил. Поэтому сюда, сейчас мы уже живем в другом месте с семьей, но сюда душа тянет попасть особенно на такой праздник. Когда открылся-то, я ходила часто, даже тропиночка здесь была. Сейчас дома настроили, и я тропиночкой раз-раз, и да, каждый воскресенье ходила раньше. Праздничное настроение, слава Богу. Народ сегодня пришел, собрались много, батюшки, все хорошо, все прекрасно. Я очень довольна. Спаси нас, Господи, сохрани, помилуй. Праздновляю наш храм Пресвятой Богородицы с престольным праздником. Крестный ход завершает обряд праздничного богослужения. По традиции, шествующие останавливаются с каждой из четырех сторон храма. Произносятся молитвы, и верующих окропляют святой водой. Ой, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу, помолимся. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Терычеве была построена почти 260 лет назад. Разные были времена. Советский период, как и для многих других храмов, стал печальной страницей в ее истории. После возрождения православная обитель ожила, расцвела и сегодня радует верующих. Есть здесь и своя реликвия. У нас икона троеручица, она считается чудотворной. В 90-е привезли в храм, предложили приобрести икону, какие-то люди. Назвали там сумму неподъемную. И даже уже отказались. И в какой-то последний момент решили открыть ящик для пожертвований. И вот там оказалась вот та нужная сумма. И эта икона очень почитается в нашем храме. А еще известно, что когда-то в храме пел сам Федор Шаляпин. Да, это так. Он несколько раз здесь пел. Дело в том, что здесь очень хорошая акустика. И она даже после реставрации храма, она сохранилась. В храме очень легко служить. То есть не нужно сильно напрягать голос для того, чтобы передать звук, чтобы все услышали. На довольно большой территории храма уютно. Все делается своими руками, говорит настоятель Вячеслав Корниенко. Много приходится здесь трудиться на этой территории. Больше всего я люблю межсезонье, когда не выпал снег и уже траву косить не надо. Потому что летом это надо косить траву, стричь кусты, а зимой чистить снег. Кто занимается все? Сами, сами. Когда-то просим и прихожан помочь, но в основном сами, да. Пока отец Вячеслав рассказывал нам о своем храме, прихожане угощались за общим столом в беседке. Добрая трапеза завершила праздничное утро. Дорогие друзья, с вами была программа «Дорога к храму» и мы ее ведущие. Священник Максим Гартинский. И священник Павел Красанов. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова